МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сроке Заполярный район планируют расторгнуть контракт на строительство ФОКа в Амдерме. Причина очередной недобросовестный подрядчик. Сдать в эксплуатацию спортивный комплекс должны были еще 7 лет назад. Вопросы и ответы жители региона завтра напишут тест по истории, где именно состоится образовательная акция и как стать участником. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги четверга, 29 ноября. В студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-26. Происшествие произошло на территории Ненинского округа накануне. Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомню, 28 ноября грузовой вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в 500 метрах от вертолетной площадки вблизи поселка Харьягинский, что в Ненинском округе. На борту находились 6 человек. Командир воздушного судна погиб. Остальные члены экипажа получили интересные повреждения. Они были доставлены накануне вечером в Ненинскую окружную больницу. Возможными причинами крушения названы ошибка пилота, отказ двигателя и неблагоприятные погодные условия. В Наринмарском авиаотряде создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. В нее войдут представитель Межгосударственного авиационного комитета, компания «Эксплуатант», а также Архангельского управления Росавиации. В регионе ожидается прибытие представителей Следственного комитета из Архангельска, которые также будут участвовать в расследовании. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим при падении вертолета на территории Ненинского округа. Пять пострадавших членов экипажа вертолета Ми-26 авиакомпании «ЮТЭР» были доставлены бортом Наринмарского авиаотряда в столице региона накануне вечером. Напомню, все они госпитализированы в окружную больницу, как пояснил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Сергей Свиридов. Пациентам проводятся необходимые обследования, оперативное лечение. При таких авариях техногенного характера травмы, конечно, политравмы. Травмы черепно-мозговые, травмы внутренних органов, скелетная травма обширная, как правило, но она присутствует у всех пострадавших. У кого-то больше, в большей степени, у кого-то в меньшей степени. По госпитализации в другие учреждения, по направлению в другие учреждения, вопрос решается по двоим пострадавшим в настоящее время. В ближайшее время по стабилизации состояния больные будут направлены в другие регионы. Скорее всего, в город Архангельска, в областную клиническую больницу. О порядке выдачи удостоверения многодетным семьям, мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям и завершении строительства детского сада в поселке Харута. Эти и другие вопросы сегодня были представлены на рассмотрении администрации Нинского округа. Подробности далее. Руководитель Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвиненко представила на рассмотрении администрации законопроект об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам. По ее словам, данный законопроект разработан в соответствии с обращением налоговой службы по аналогии с Архангельской областью. Предлагается распространить его на сумму неурегулированной задолженности на 1 января 2018 года. И по следующим основаниям, с истечением срока направления требования об оплате пения, с истечением срока для предъявления к исполнению и с истечением срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки задолженности по пеням. Имеется в виду задолженность на 1 января – это 1 813 166 рублей, в том числе налоги сами – это 11 480 рублей, и пени – 1 799 799 рублей, и также штрафы – 1 887 рублей. В том числе по отмененным налогам, налог с продаж – 456 рублей, по тем, которым уже сейчас как бы взыскание практически невозможно. И сами расходы на судебные издержки превышают сумму налога. Кроме того, на заседание был рассмотрен проект постановления администрации НАО о внесении изменения в порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям в целях содействия достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. Предлагается в 2018 году ввести дополнительную ставку субсидий на голого оленя в размере 193 рубля 80 копеек для тех сельхозтоваропроизводителей, у которых такое право получили после 1 июня 2018 года. Прошу рассмотреть и принять данное изменение. Еще один вопрос касался изменения порядка формирования фондов оплаты труда работников государственных учреждений подведомственных департаментов здравоохранения, труда и соцзащиты НАО. Изменения обусловлены с учреждением Бюро судебно-медицинской экспертизы, где работают под указанной категорией врачи-санитары, медсестры. Предлагается в рамках исполнения указа президента увеличить фонд для того, чтобы выплачивать заработную плату работникам в этом учреждении на уровне установленного указа президента. СИЧМ предлагается в норме по вступлению в силу распространить его действия с первого ряда 2018 года. Следующий законопроект, представленный Сергеем Свиридовым, внесение изменений в часть первую статьи 23 окружного закона о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории округа. Эти изменения связаны с поручением Министерства образования, зафиксировано протокольно, которые поступили в адрес администрации низкоавтономного округа по обеспечению воспитанников, замещающих их в семьях, на возмездной основе выплатами в размере прожиточного минимума, в основном в регионе, с учетом возрастной категории ребенка. Но вот необходимо отметить, что у нас есть две выплаты. Одна из них устроена законом о мерах социальной поддержки отдельной категории граждан, проживающих на территории округа. Это ежемесячно пособие на содержание детей в пикунских и приемных семьях. Размер пособия зависит от возраста подопечных. И он составляет, есть градация от 8 тысяч до 12. И выплаты, которые установлены законом о мерах социальной поддержки детей и сирот, она составляет 9 723 рубля. Если их совокупно посчитать, то выплаты на детей трехвозрастной категории составляют сегодня ниже прожиточного минимума. По словам Сергея Свиридова, в рамках рассматриваемого проекта предлагается установить ежемесячную выплату для всех категорий без разбивки по возрастам в размере 12 500 рублей. На эти цели потребуется дополнительно порядка 4 миллионов рублей. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Риммар готовится к Новому году. Так, в центре города включили архитектурную подсветку. Качество работ подрядчика оценил губернатор Александр Цибульский. О новом облике окружной столицы расскажет Ольга Русул. Все готово? Дрешите включить? Да, включите. Включаем. Займется где-то одну минуту. Архитектурно-художественная подсветка установлена на наиболее значимых зданиях в центре города. Проект охватил Краевический музей, Центральную библиотеку, Главпочта, Богоявленский кафедральный собор, а также администрации округа и Нарьинмара, площадь Мара Цей. Работу выполнила ЗАО «Авангард Инвест». Каждое оборудование, которое мы здесь использовали, оно же уже вроде уникальное. Потому что вот то, что на памятнике, там одна технология применена, потому что камень, он очень сильно поглощает свет. И для того, чтобы его правильно подсветить, нам нужна одна технология. Мы не сюда посмотрим, но здесь ни один светильник, который стоит на этом, он нет одинаковых, вообще никак. То есть есть на 24 вольта, на 48 вольта, то есть они все разные и все именно придуманы и сделаны специально для тех мест, которые они подсвечивают. Все оборудование водонепроницаемое и морозоустойчивое выдерживает температуру до минус 50 градусов. Подсветка будет включаться в автоматическом режиме в темное время суток. Днем и, соответственно, летом, когда в регионе начинается период белых ночей, светильники работать не будут. Оборудование, которое здесь применено, оно как раз отличалось тем задачам, которые перед ней ставили. В ходе осмотра губернатор Александр Цибульский предложил подрядчику дополнительно подсветить обелиск Победы. Можно, думаю, еще на этих столбах поставить направленные фонари, как на том, в памятник, и на памятник Победы направить, чтобы у нас он тоже подсвечивался. Давайте тоже такое сделаем. Монтаж светового оборудования занял порядка трех месяцев. Архитектурная подсветка фасадов выполнена по поручению главы региона при поддержке Ненецкой нефтяной компании. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Освещение на пешеходных переходах по-прежнему недостаточно. Общественная палата Ненецкого округа провела плановый рейд по дорогам на Рейнмар и поселка Искателей. В ходе поездки комиссия осмотрела так называемые «зебры», которые наиболее востребованы среди населения. Владимир Рожин выяснил, достаточно ли света в темное время суток на местных пешеходных переходах. И он расскажет все подробности. Первая остановка – пешеходный переход рядом с больничным городком. Члены комиссии, вооружившись люксметром, специальным прибором для измерения количества света, направились туда не случайно. Это один из самых оживленных участков. Один единственный пешеходный переход, который здесь обустроен, который ведет прямо к больничному городку. И мы сейчас проверим, сколько здесь он показывает люксов. С этой стороны дороги он показывает два люкса при норме в 10. Путем простейших вычислений общественники приходят к выводу. Отклонение от нормы практически в 5 раз. Следующая «зебра» в районе старого аэропорта. Кстати, здесь люксметром даже пользоваться не пришлось. На пешеходном переходе освещение попросту отсутствует. Он вообще никак не освещен. Он как раз находится на аварийном участке дороги, где нет асфальтового покрытия. Вот он здесь находится. Из-за руля его не видно вообще, если только при дальнем свете. Что касается тротуаров в районе старого аэропорта, то и здесь также не все в порядке. Тротуаров не видно. Они находятся на уровне дороги. И непонятно, где заканчивается сама дорога. Вот люди ходят по обочине. Здесь ходят мамы с колясками. Собственно говоря, ничего не видно. Фонарных столбов здесь, как мы видим, тоже нет. Шикарный вид. Все видят. Причем человек в одежде абсолютно не отражающий свет. К слову, не везде все так плохо. Яркие во всех смыслах тому примеры – пешеходные переходы в микрорайоне Хариверская экспедиция. Здесь установлены современные светодиодные фонари, свет от которых падает не только на дорожное полотно, но и на пешеходные зоны. А если замерять на люкс-метр, мы видим здесь цифру в пределах 80-85, при норме в 10 люксов. Это говорит о том, что примерно 8 раз превышает норму, положенную по освещению тротуарных пешеходных переходов. Именно такого пешеходного перехода уже давно не хватает в районе лесозавода. Зебра, которая у местных водителей вызывает опасения. Всему виной неоднократные случаи аварийных ситуаций и ДТП, причем с участием, опять же, пешеходов. С этой стороны темнота и с той стороны темнота ничего не видно. И при подъезде к этому переходу можно совершенно спокойно не увидеть выбегающего человека. Такого же мнения придерживаются и водители, и пешеходы. Они уверены, большинство Сейбр на городских дорогах плохо освещены. И при том, что в регионе скоро наступит полярная ночь, темно будет практически круглые сутки. Очень темно. Везде. Из-за этого постоянно происшествия происходят. Я переходила пешеход, и машина неслась, и даже не заметила меня. И пронеслась мимо. Как считаешь, почему так вышло? Потому что плохо освещенное место было. Ну, фонарей, мне кажется, не хватает. Очень темно переходить. Не хватает освещения конкретного в городе. Тем более район Захребетный, Сахалин. Там самые опасные пешеходные переходы. С двух сторон обязательно освещение должно быть пешеходного перехода. Молодежь ходит в наушниках, они не слышат ни приближения машины, ничего. Не оглядываются ни налево, ни направо. Рейд показал, подавляющее большинство пешеходных переходов на Ринмаре и поселке Искателей не соответствуют нормам искусственного освещения. Члены общественной палаты заявили, проблема крайне серьезная. И оставлять ее без внимания они не собираются. Проблема, на которую мы сегодня обратили внимание, из числа тех, которые требуют решения. Причем решения безотлагательного. Потому что на тот километраж на Ринмарских дорог, небольшой, в ходе одного лишь рейда, мы выявили не один десяток. Вы только вдумайтесь, не один десяток пешеходных переходов, которые либо не освещены вовсе, либо освещены очень плохо, либо находятся в зоне плохой видимости, как рояль в кустах. Либо они находятся там, где им вовсе не должно место находиться. Поэтому все эти данные, которые мы получили в ходе сегодняшнего рейда, будут вынесены сначала на комиссию по ЖКХ общественной палаты Ненецкого округа, а затем и станут основой форума «Качество жизни». Глава региона Александр Цибульский тем временем уже поручил своим подчиненным рассмотреть возможность модернизировать систему освещения на местных дорогах. Речь, в частности, идет о пешеходных переходах. Масштабные работы по замене и установке дополнительного оборудования могут начаться в следующем году. Владимир Рожин, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». Администрация Заполярного района расторгнет контракт на строительство спорткомплекса «Вандерми», если объект строителями не будет сдан через полтора месяца. Как пояснил глава районной администрации Олег Холодов, муниципалитет уже начал процесс расторжения контракта в связи с нарушением его сроков. Компания КТА «Лес», которая выполняет работы, должно было сдать физкультурно-озрывательный комплекс не позднее 1 октября текущего года. Возводить «ФОК» в «Вандерми» начали еще в 2010 году. Контракт на строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом был заключен с фирмой «Стройспецмонтаж». Сдать объект стоимостью в 52 миллиона рублей подрядчик должен был в конце 2011 года, однако строители не смогли вовремя завести весь необходимый груз и стройматериалы. Стройка затянулась и возобновили ее только осенью 2012 года. После завершения монтажа плит перекрытия выявили, что фундамент здания просел в ходе дополнительных инженерных изысканий. Свай решили подвергнуть погружению до вечной мерзлоты. А спустя время, в марте 2015-го, «Стройспецмонтаж» признали банкротом, после чего последовал отказ от исполнения контракта. В итоге подрядчик не выполнил уже оплачиваемые ему работы на 9 миллионов рублей. После к работам приступила компания «Северодвинская». Она стала победителем электронного аукциона на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Амдрама. С обществом был заключен контракт на общую сумму более 90 миллионов рублей. Самые сильные спортсмены региона собрались в минувшие выходные во дворце «Спортонор». Там состоялся кубок Ниньского округа по классическому пауэрлифтингу. Это один из видов силового трейборья, включающий в себя приседания со штангой, жим и тяга. Это спорт, в котором соревнуются в поднятии тяжести и оценивается именно умение взять самый большой вес. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов, из них 18 женщин и 26 мужчин. Все они выполнили спортивные разряды. По итогам кубка сильнейшими в абсолютном зачете среди женщин стала Елена Канева, на втором месте Арина Горбачевская, на третьем Наталья Конюкова. Среди мужчин в абсолютном зачете тройка сильнейших выглядит следующим образом. На первом месте Евгений Зырянов, на втором Павел Пластов и завершает тройку Василий Просвирнин. Стоит отметить, что Евгений Зырянов и Василий Просвирнин впервые выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Теперь им предстоит показать себя на федеральном уровне. Спортсмены примут участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингам, который пройдет с 22 по 27 декабря в городе Мурманск. И в завершение выпуска 30 ноября во всех регионах России за ее пределами пройдет тест по истории Отечества, приуроченный к 25-летию Конституции Российской Федерации. Акция направлена на историческое просвещение граждан России, соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранных граждан. Участникам предлагается ответить на 40 вопросов в течение 40 минут. Каждому вопросу предлагается 4 варианта ответа. Тест можно пройти на следующих площадках в городе Наринмаре. Это в Ненецком аграрно-экономическом техникуме, Ненецком профессиональном училище и на Рейнмарском социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского. Дополнительно будут организованы площадки в Ненецком краеведческом музее и центральной библиотеке имени Пичкова. Еще одна площадка будет организована в школе поселка Искателей. В акции примут участие жители шести населенных пунктов. Площадки будут открыты в Харуте, Каратайке, Оксино, Нижнепешек, Откино и Нальминомносе. Кроме того, тестирование можно пройти онлайн на сайте www.kdgr.rf. Международное историческое тестирование проводится с 2015 года. За этот период осуществлены три теста по истории Отечества и три по истории Великой Отечественной войны. Организатором акции является молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.